Окей, давайте поприветствуем Юру Яроша, и он расскажет про очень нативный реакт. А, и здесь есть пара свободных мест впереди, если кто-то хочет ближе пересесть. Или те, кто только пришел. Чек-чек. Всем привет. Меня зовут Ярош Юра. Сегодня я буду рассказывать про кроссплатформенную разработку React Native. Да. Тут можно громче. Как сейчас лучше? Супер. Значит, кто из вас работает с React Native, вам работал? Окей. Ну, немного. Хорошо. Значит, блин, слайды сдохли. В общем, React Native это. То есть, вы не знаете, или это печеньки с экскрементами, или экскременты со вкусом печенек. То есть, пока не попробуйте, не узнаете. Ну, как только у вас возникают какие-либо проблемы, надо лезть либо в исходники, либо писать нативный код. Люди часто кидаются на React Native с желанием сэкономить денег, а потом им нужны разработчиками с сознанием, там, Java Kotlin, Objective-C Swift, еще и поверх JavaScript. На самом деле, в погоне за экономией можно очень много потерять. Ну, и сообщество построено таким образом, что что-то в проекте когда-то менялось, уже никто ничего не помнит, и когда что-то надо поправить, то что-то поправили, что-то отвалилось, и так по кругу. Под iOS это C-шка, C++, Objective-C, Objective-C++, в разное время разными людьми без тестов, и там по 80 тысячусов на GitHub что-то отпало, помогите. То есть, в принципе, довольно несерьезно. С Android-другими платформами ситуация обстоит намного лучше, но я с ними не работал, чтобы так прям утверждать. Ну, и в любой непонятной ситуации сообщество вас посылает на ProductPaints. Это сайтик с тикетами, чего кому не хватает, и голосование, кто бы мог запилить. Проблема в том, что фичи на ProductPaints могут висеть по пару лет. Если Facebook это не надо, никто не чухается. Ну, как видите, тут SvG-шек не хватает у людей, от Overflow Support Android, HeadOS JS, то есть веб-боркеры в нашем React Native под iOS. Ну, и другие интересные вещи. Вот, кстати, React Native Web. Я о нем позже упомяну. Значит, почему используют React Native? JavaScript это дешево. То есть, у нас изменчивые стандарты, там каждые 2-3 месяца что-то выходит новое, что-то отваливается. Сомнительная обратная совместимость, простой язык, на рынке много дилетантов. Ну, вот, желание сэкономить выигрывает. И уникальная неповторимая жизнеотверждающая стратегия Beeple прохавает. Она основывается на том, что зачем выпускать качественные продукты и решения, если на рынке нет конкурентов. То есть, если у нас есть Skype, то скажите своей бабушке, что она будет звонить внуку не по Skype. Есть продукты, которые стали уже частью нашей культуры. Поэтому компании вообще не заморачиваются, чтобы делать их чем-то лучше, чем вчера. Вот, собственно, новый Skype. Раньше он кушал 500 метров оперативы. Сейчас не знаю. Там 5 FPS слайдшоу анимации на React Native под Android. Это нормально. Ну, people прохавает. И самое интересное, что он использует один и тот же интерфейс под React Native, React на электроне. И все везде одинаково работает. То есть, один и тот же интерфейс. Один и тот же интерфейс. Если мы можем под React Native писать не те же компоненты, переиспользовать их потом в React, это создает очень большое преимущество для бизнеса, потому что вы уменьшаете накладные расходы на полусрочную поддержку. Не надо ваше решение переписывать отдельно под iOS, Android, Windows, не знаю, macOS. То есть сейчас выступал у нас Кирилл Яковенко на Черновцах, RGS. Он рассказывал про React Native, что в нем нет медиа-кверисов, нету калка, нету относительного позиционирования единиц относительных. И есть какая-то магия встроенная. То есть, на самом деле, вроде бы и похоже на CSS, но не совсем. Если их захотели поверстать, все равно приходится повторять одни и те же манипуляции. Ну, как бы, если что-то надо, надо писать руками. Пишите руками, пишите руками, пишите руками. Ну, в общем, я раз взял и написал еще одну CSS-нжс библиотеку. Заполифилил Media Query под React Native, заполифилил Calc, добавил поддержку юнитов, интернационализации, хороший код каверич, там куча всяких плюшек. Есть поддержка React Native macOS, есть поддержка React Native Windows. То есть, вы можете там взять своих компоненты, короче, опубликовать их сразу даже на Xbox. То есть, React Native Windows, в принципе, позволяет без проблем запустить React Native приложение на Xbox. Значит, это сразу верстка под все. И написано на лоудэше без TypeScript-а-флоу. У TypeScript-а нет никаких функционов, а флоу у нас сейчас отваливается. То есть, от версии до версии, там 0.52, 0.54 версии. У вас он может работать, может быть и не работать. Как бы, Facebook релизит багнутые релизы флоу, и их это устраивает. Ну, сюда в слайды, там, копить копипасту с документацией библиотеки, я считаю, нецелесообразно. И, как бы, из аналога весь React Native Web. Значит, React Native Web ставил задачей портировать все существующие React Native компоненты, чтобы их можно было спокойно использовать в React. То есть, у вас есть там кнопочки какие-то IOS-ные, поверстанные уже в React Native, чтобы их можно было так же красиво отрендерить в React. И это, кстати, работает. У меня подход с точностью до наоборот. Я не импортирую компоненты, я полифилю то, чего не хватает в React Native, чтобы можно было верстку гонять везде одинаковую. Ну, let's get to the fun part. Как именно верстать, чтобы все было одинаково? Есть подход к CSS шлюзов, или CSS lock называется. И, в общем-то, все размеры компонентов, они основываются на наборе форму, которая просчитывается на общих корневых значений фонсайза. То есть, вы выставляете там какой-то фонсайз, там до 4 пикселя, у вас есть какие-то страшные формы, у вас она все просчитывается, и все хорошо. Для этого нужен калк, естественно, и медиаквери. В общем, Mail.ru верстает вот так. Вообще, это не очень хорошая идея. Получается, у вас ваш фонсайз зависит от относительного значения ширины вьюпорта. То есть, у вас высота зависит от ширины. Это вообще плохая идея, потому что на маленьких экранах у вас все будет очень мелко, а на больших экранах у вас все будет очень большим. То есть, у вас рост вот этого значения, он экспоненциален. Ну, в общем-то, вот эта вот идея может быть и ок. То есть, в принципе, если вот так вот приблизительно делать, умножить вот это значение на какое-то магическое рощу, то это может быть работает. Так верстает Mail.ru, и у них все хорошо. Калки глючат, но их все устраивает. Выглядит на практике это вот так. То есть, у нас есть тут какое-то ограниченное значение media query, которое ограничивает линейный рост вот этого вот значения випоинтов, ремов. Это все магия. И, как бы, есть очень много статей, которые объясняют, как работает эта магия. Но вообще идея, вот, брать нашу высоту, чего угодно, и рассчитывать ее от ширины, чего угодно, это не очень хорошая идея, потому что у вас получается такой огромный бауэрплейт. И, как бы, оно и так не работает. Но, опять же, если вы хотите верстать, калки и медиа-квери все равно в реактиве нужны. Как бы, сложно долго показывать, как это работает на практике. И, в принципе, вот поверстана кнопочка. То есть, мы берем кнопочку, рассчитываем ее пейдинг, как красиво от DP-юнитов. Я там на полифиле у DP-юнита. Это density-dependent пиксели с Android. Их тоже за полифиле, чтобы были. Лишними не будут. Получается, это величина, которая зависит от density экрана. То есть, с коробки у вас density 160 DPI. А если на целевом устройстве он выше, там, допустим, 500 с копейками, он будет смасштабирован. То есть, вот это вот 24 помножится на ratio, там, соотношение. И у вас там будет что-то происходить. В общем-то, это все. То есть, вы вашу ширину рассчитываете от ширины, а высоту от высоты. Никакой мани нету. Не надо 350 медиакварей. Там на каждой density. И все красиво работает. В общем, мораль. Сложно, но возможно. Нужно больше золота экспериментов. Значит, я написал LIBU, написал UIKit. Буду релизить на днях. Вот, блин, короче, потекли стили. Вот есть ссылка на CSSVox статью. Вот есть ссылка на Typekit статью. И если что надо, я из Discord. Можете ко мне обращаться. В следующей неделе постараюсь все опубликовать. И будет потом рассылка где-то в Twitter или в Facebook. Спасибо, Юра. Вопросы? Хотел спросить. Ты сам занимаешься разработкой библиотеки? Да. Есть шанс того, что когда ее начнут использовать, она окажется особо никому не нужной или что-то в том роде, и ты перестанешь поддерживать? Нет. Шансов такого нет. Ага, окей. Ну, я на ней буду много чего писать, поэтому… Я бы ее не писал, если бы я ее не хотел поддерживать. Если что, ко мне можно обращаться. Да, и по поводу React Native. Все-таки ты берешь проекты на React Native, и вы не пишете… Ну, вот если взять Instagram, в Instagram почти все компоненты нативные. И также, если у вас есть какой-то продукт с высокими требованиями к жизнеспособности, то надо быть готовым все компоненты переписывать нативно. И как бы единственное преимущество использования React Native в данном случае – это как раз-таки возможность переиспользования верстки на всех платформах. Понял. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Интересно было. А что насчет производительности? То есть, насколько я знаю, лучше используют стелл-шиты, поскольку они как-то кэшируются. То есть вы как-то… Я кэширую калки, то есть у меня калка без завала, мне приходится писать свой интерпретатор, перегонять в обратную польскую нотацию, потом кэшировать на префиксном дереве. Короче, это работает. Касательно калка, вообще-то ни разу не best practice, потому что у калка при refl, repaint несколько проходов рендера, и калк стоит полифилить, даже если вы… В браузере он уже есть поддержка калка, но его все равно стоит полифилить, кэшировать, просчитывать, чтобы все рендерилось в один проход. Вот, допустим, если вьюпорт не меняется, браузер не ресайзится, то там никаких проблем с производительностью. Если человек начинает ресайзить браузер, мы там какой-то плейсхолдер отобразили, там какие-то шестереночки крутятся, он перестал ресайзить, но все просчитало красиво. Но если плейсхолдер не ставить, естественно, там будут глюки. Поэтому надо свои моменты в транзишене какой-то костыль прикрутить, грубо говоря. Спасибо. Спасибо. Думаю, мы еще успеем один, может, даже два вопроса. Так, руки. Есть желающие? Нет. Еще один. Еще? Я вот недавно ходил на конференцию, по-моему, DevPro как-то так называлось. Там чувак выступал довольно известный, но я не помню точно. Напомню. Может, кто-то тоже ходил, может, кто-то вспомнит. В чем суть? У них были задачи некоторые, которые они решали с помощью файбера, для того, чтобы добиться 60 FPS. Были ли у вас такие задачи, использовали вы данную технологию? Я у себя полифилить задачу полифилить CSS анимацию, у себя не ставлю вообще. Я думал брать, переписывать весь движок анимации на Swift в React Native. Сейчас касательно 60 FPS в React Native очень много оранжений, потому что есть Animated родной на JavaScript, есть Animated Native, и на Animated у вас будет FPS где-то в 30. Там есть такая штука, как Bridge, на которой соединяет нативные потоки JavaScript. Получается, что у вас на каждый кадр анимации проходит сообщение на этом бидже. И они синкаются, у вас там поток 30 FPS. Для того, чтобы 60 FPS, вам надо вашу анимацию, грубо говоря, забандлить, отправить нативный код, она там где-то посчитается, и у вас вернется где-то на все рубли, оповещение, что она закончилась, надо новый патч. То есть такими вот кусками строится pipeline анимация по кейфреймам, и она, короче, должна просчитываться. То есть это в идеальном случае. Сейчас Facebook идеальные случаи реализовывать не планирует, и что будет дальше неизвестно. Ну, а тот Animated Native, который есть на 60 FPS, то у него ограничение, вы можете только афинное преобразование гонять. И все, то есть трансформы и все. Советую глянуть, кстати, презентацию Кварны по поводу библиотеки RN Snoopy. Она как раз таки логирует все сообщения в Bridget в React Native, и там можно глянуть, как это все происходит. В общем, вы можете со мной связаться, и я там скину пару ссылок по производительности. Да, Юра всю информацию расшарит. Окей, спасибо. Я думаю, что с вопросами… Спасибо, Юра. Клевый доклад, веселый.